Всем привет! С вами вновь Андрей Лов и давайте что-нибудь поделаем в фотошопе. Конечно, мы сегодня с вами порисуем фигме. Сегодня, конечно, не 1 апреля, но буду вас веселить. Расскажу вам о том, как выглядит дизайн даже у крупных компаний после верстки, когда по-хорошему люди должны посмотреть, заинтересоваться, некая связь должна появиться, уровень доверия. Ну и, конечно, человек больше должен быть склонен купить, ну или хотя бы запомнить компанию. Будем сегодня с вами разбирать. Но вначале напоминание, последнее на канале в рамках этого года, что у нас один день остался, и завтра в 2023 мы начинаем большой последний суперкурс по сложным интерфейсам. Будет у нас много интересного, время еще есть, можете записаться. Завтра тоже последний день, то есть у нас второе число, сегодня официальный, но в день, когда у нас начинается всегда обучение, тоже записывается. Именно поэтому этот день будем считать, что и завтра можно записаться, но поторопитесь, мы будем с вами разбирать большие сложные интерфейсы. Сегодня мы в том числе посмотрим, чем отличаются простые проекты от сложных. Я вам все этапы покажу, свои проекты покажу, в сумме миллион рублей, которые Андрею платят, потому что каждый день работаю дизайнером, арт-директором. В общем, приходите, будет очень интересно, очень полезно. Спрогрессируйте ваши карьеры, и в общем, все будет хорошо. Но сегодня у нас в том числе о сложных интерфейсах чуть далее. И вот этот сайт, я его увидел, наверное, месяц назад, и все никак руки не доходили вам до этого записать. Но когда я его смотрел, я прям радовался. Для меня как будто это дизайн стендап. Наверное, вы тоже работаете в ваших проектах, и вы знаете, что после того, как дизайн, который вы сдали, его сверстали, там потом может быть все что угодно. То есть можно откровенно говорить, что в дизайне есть первый вариант, то, что сделал дизайнер и команда, например, менеджер. А второй, что получилось после того, как он сверстан, как-то протестирован, что-то там было добавлено. Это вообще два разных, может быть, дизайна, две разные разработки. И вот большой бренд, большая компания, Poco. Мы будем рассматривать их сегодня сайт. И вот вам пока Poco M4 Pro. Мы потом с вами еще зайдем на Poco X5 5G. И вот казалось бы, все это стоит уже там от 23 тысяч рублей. Вот дизайнеры, посмотрите сейчас внимательно. Вот что вы здесь замечаете? Вот вас ничего не смущает, потому что я просто этого хохотал. Ну да, вы, наверное, видите прекрасную визуализацию, прекрасный контент. И казалось бы, это простой баннерный блок. У нас есть некий контент, есть заголовок, подзаголовок, основной текст. А давайте теперь смотримся вот в типографическую работу. У нас есть шрифт. И это шрифт корпоративный, фирменный. Вот он так и называется Poco Tech. А вот дальше мы рядом видим замечательную, первоклассную, превосходную антикву. Посмотрите на букву Е. Насколько она величественна. На букву Г просто горцующее. Вот эта вот антиква, она появляется не просто так. Потому что здесь нет шрифта, который мог бы интерпретировать тот шрифт, который компания заложила. Я бы, как конечный потребитель, мог бы посмотреть это в своем браузере. А раз его нет, подбирается как-нибудь стандартный шрифт, ну, в данном случае антиква. Каким образом взаимодействует гротес с геометричной, с антиквой, да еще с такой, это большой вопрос в компании. И когда вот это все выкатывается, а нужно еще раз вспомнить и понять, что конечный потребитель, он не знает, что происходит в командах. Как делается, как тестируется. Ему фиолетово. Он видит конечный продукт. Ему показывают геометричный гротес, что-то современное, что-то технологичное. И антикву. Классика и старина. Но антиквы тоже бывают разные. Есть антиквы, мягко говоря, не очень, а есть антиквы такие величественные, их можно использовать. И здесь, в первом экране, в баннерном блоке, мы видим, что никто об этом не позаботился, никто не протестировал, и до сих пор это висит. Но мы сейчас с вами перейдем на более современную модель, которая 50 тысяч рублей стоит. И вот это самое, что интересное в дизайне, это сплошь и рядом. То есть вы, может быть, работать на бюджетах 50 тысяч, 70 тысяч рублей в сайтах. Есть бюджет, вот мои, 300-500 тысяч. Везде так. То есть дизайнер сделал свою работу. Все, менеджер с него снял там 7 шкур. Все замечательно, все прекрасно. Отдается на верстку. Дальше еще нужно тестировать. В процессе, когда все это разрабатывается, там еще менеджер может что-то накидать. И получается вот эта вот красота. И отличие между исходным дизайном и тем, который видит, конечно, потребитель, может просто быть, ну, разительной. То есть на 40-50 процентов, ну, тут шрифт, но в целом восприятие может поменяться. Это уже другой дизайн. Другой уровень связи, другой уровень доверия. То есть вот то, ради чего дизайнеры так и, собственно, заморачиваются. Теперь по поводу самой разработки. Что здесь делает дизайнер вот в этом экране? Он не делал, никогда дизайнер не делает визуализацию. Вот эти вот 3D-шки делают условно отдельный специалист, отдельный отдел. Ему выдается картинка, он просто принимает решение. То ли контент в абсолют блоково-каркасной системе, то ли карточная система, то ли бескаркасная. Ему выдается шрифт. Шрифт просто прописан в рамках брендбука, гадлайнов. В общем, он тоже его не разрабатывает. Все, что стоит сделать, это сделать прогрессию, заголовок, подзаголовок, основной текст. Отдать все это, а потом это надо правильно сверстать. И конечный потребитель, я, например, по-хорошему, должен увидеть правильно продуманный дизайн. А не вот это, вот все то, что мы видим с вами сейчас. И дальше, если вот это все идти и скроллить, ну, понятное дело, что мы сейчас придем, может быть, на более там современную страничку, где там тоже, вы сейчас увидите, там просто другой, что это подгрузился. Это просто невероятно смешно смотреть. Когда у вас есть геометричный гротеск, есть антиква, вам пытаются показать что-то стильное, и все обесценивается одним простым словом. Вы это не протестировали, вы это не поправили. Все совершают ошибки. Вопрос, как с этими ошибками взаимодействует команда? Да никак. Вот смотри, как-то адаптируйся, пойдет. Более того, даже если шрифт, вот он есть какой-то корпоративный, но опять же, он, если не поддерживает, например, кириллицу, его можно вообще, в принципе, оставить в том себе, может быть, на английском, и даже не делать адаптив, я об этом говорил, можно вообще перестроить, ресайзить. Ну, либо подобрать два шрифта, то есть один, который содержит гигантское количество шрифтов, а другой, ваш фирменный, корпоративный для заголовков. И это, чтобы вы понимали, в большой и крупной компании. Вот, что по-хорошему мы должны с вами видеть. Вот здесь, пока я дальше не проскроллил, остановимся. Мы видим большое изображение, дизайнеру выдали, и он правильно принимает решение, контент-апсалют. Он берет заголовок, геометрично-гротеск, и ставит его просто в соотношение размеров, то есть меньше, чем контент. Но стоит нам пойти скроллить дальше, вуаля, у нас появляется ошибка, которая все теперь рушит, именно вот по этой ошибке теперь уровень восприятия падает с условной потенциальной 10-ти бальной работы до условных 7-ми и 8-ми. Вот это все называется баннерное мышление. По сути, это простые проекты. Они могут сколь угодно долго скроллиться, но в каждом экране дизайнер руководствуется треугольником. Контент-заголовок-основной текст. Может быть, контент-заголовок-подзаголовок-основной текст. Это сплошные треугольники, это есть определенные ленингов, это очень простые проекты по логикам. Давайте я вам теперь в сравнении покажу, что такое сложная логика. Сложный проект. Вот реально действующий сайт. Как раз мы его в том числе будем на обучении разбирать, потому что здесь что не блог, то песня. Можно говорить, что есть олдскул дизайн, его еще можно назвать низким уровнем дизайна, потому что он ошибочный. А есть высокий уровень дизайна, это что-то современное. Это реально действующий сайт. Это сайт, который обновляется. Тут новости есть. В чем особенность? Здесь в рамках одного только экрана может быть 5, 6, 10, 20 логик. Хотя это, по сути, только информационный проект. ЦРМ-системы, всевозможные банковские системы, какие-то таблицы могут быть, калькуляторы. Все это может быть внедрено в рамках всего лишь одного экрана. И дизайнер должен уметь сделать композицию, выставить акценты, сделать так, чтобы человек, конечный потребитель, максимально быстро разобрался, прошел цепочку сценария и завершил неким результатом. Поэтому простые проекты, они, как правило, формируются в современных реальных дизайнах. Это обычным треугольником баннерного мышления. Сложные проекты, там другие принципы. То есть там более сложные структуры. Нужно понимать более сложную иерархию, например, типографическую, в прогрессиях, в акцентах и в отступах. Именно это мы как раз будем с вами проходить. Но, если зайти, опять же, в БК и посмотреть фирменный стиль по КРФ, то здесь, понятно, дело будет гротеск. Но, разумеется, я просто вам хочу показать, что это именно ошибка тестирования. Я не поверю никогда, что дизайнер сдал свой дизайн с антиковой. Ну, это же просто абсурд. Понятное дело, что в рамках фирменного стиля есть один шифт корпоративной основой, может быть, второй, подобранный, например, под кириллицу. И вот мы видим с вами связь. То есть один взаимодействует с другим. Если мы теперь перейдем с вами на более современный продукт данного бренда, Poco X5 5G, то можем посмотреть, что здесь другой шифт подгружается у нас. То есть, опять же, вроде прошло время, но надо было какие-то выводы сделать. Но что мы здесь видим? Да, контент абсолютно, конечно, у нас остается. Еще раз, дизайнер этого не делает. Ему просто дают офигенную картинку, акцент один. Осталось все, вот сделать буквально 2-3 шага, и все, оставлять экран, идти к следующему. И такие проекты, еще раз, они там делаются, буквально весь этот скролл, весь тлейдинг, его можно сделать за 2 вечера. И дизайнеры, которые проходили 17-ю закрытую группу, знают, как это делать. Но тут мы смотрим теперь на другой шифт, и мы уже видим, что это не антиква. Смотрите, все как надо. Это насколько иронично в этой фразе этот шифт подгрузить. Но опять же, здесь нет того шифта, который нужен нам. Это шифт корпоративный, основной. Потому что если мы теперь смотримся в следующий, то здесь уже взять второй шифт. Посмотрите на букву К, камеры, и здесь букву К. Теперь немножко вот об этих буквах. Вообще есть две основные буквы в кириллице, на которых всегда можно ориентироваться, когда вы гротеско выбираете букву О, она либо там зауженная, либо идеально геометричная, круглевая, буква К. Вот я вам тут сделал такую небольшую подборку. Смотрите, найдите здесь того, кто здесь как бы случайно затесался, когда вот все сфотографируются, все таки наряжены, и тут вы подходите такой взъерошенный, после там смены в дизайне вам нужно сдавать проект. У нас есть величественный Интер, замечательный, прекрасный робот. У нас есть прям такой накачанный Монсеррат, вальяжный Монт. И неожиданно появляется Эрил, буква К. Вот кто вообще рисовал такие буквы, для чего, для меня большая загадка. Мне в целом интересно, зачем так было создавать букву. Потому что если используется некое арт-решение, оно вообще везде должно повторяться. То есть эта буква К тогда вот так должна выглядеть. Потому что тогда в этом будет смысл. Исходя из этого решения графического, мы все остальное будем рисовать. Никакого смысла в таких шрифтах просто нет, в современных реалиях. То есть дизайнеры их не применяют уже как лет 7-8. Их просто не увидишь. Но если только нет подбора шрифта, а значит нам автоматически подгружается. Вот все как надо. Его величество Эрил мы здесь с вами видим. Дальше, конечно, если мы будем с вами смотреть, это также начинает подгружаться в другие блоки. То есть в заголовке мы видим с вами вот эту букву К. Она не геометричная. Она никоим образом не относится к сильной букве, то есть геометричному гротесу, которая будет связана вот с этим. Это же прямоугольник со скруглением. В чем особенность вот этих вот всех современных технологий, то, что бренды используют, конечные продукты? Да это сплошная диаметрия. Прямоугольник со скруглением, круг-круг, прямоугольник со скруглением, прямоугольник со скруглением. То есть все графично и геометрично. Все стремится к простоте, понятности и аккуратности. Значит мы эти же принципы закладываем в фирменный стиль, в конечный продукт, например, сайт. И что мы здесь видим? Бац! Эрил такой весь проснулся такой. Давай-ка я теперь в заголовок стану. И вот это продается за 50 тысяч рублей. Потому что, чтобы вы понимали, мы не будем здесь сейчас смотреть все экраны разобрать по акцентам. И вот это надо просто понять и осознать. Это даже у крупных, больших компаний это есть. Не только в проектах локальных. Потому что везде есть люди. Люди либо к своей работе относятся серьезно, они себя проверяют. Это самый нелюбимый этап вообще людей. Проверять свою работу. Вот у человека есть первый этап, там задачи. Сейчас вот у меня есть сила, потом он реализует. На каком-то этапе ему уже надоедает. Он будет быстрее бы доздать к следующему проекту. Когда он доздает, по-хорошему нужно все проверять. Да, муторно. В мелочах проверить. Нет, и так сойдет. И потом вот это по-хорошему с нами, с потребителями, должно некую связь устанавливать. Дизайнер для этого и делается. И все прорабатывается, чтобы действительно показывать, что это что-то современное, технологичное. Мы везде все продумали, а значит, мы с серьезностью подходим к нашему продукту. Это может установить более сильную связь, больше доверия к бренду или какой-то продукции. Вот блок, который, ну, здесь, по сути, у нас не подгружается никаких шрифтов. Вот у нас здесь, да, прямоугольник со скосами. Здесь есть контент. Хотя вот эти вот желтые обводки смещен акцент являются. Это разрушает восприятие. Это ухудшает связь, которую пользователь может установить с дизайном. Надо проверять. И крупные бренды, по-хорошему, тоже должны все это делать. Если это все не делается, то любой на этапе разработки дизайн, десятибальный, полностью продуманный по акцентам паутства, может все развалиться. И, конечно, потребители все это будут видеть. Но вот как? Вот как мы сегодня с вами посмотрели. Надеюсь, вам этот ролик понравился именно вот по этой тематике. Вы, наверное, тоже такие сайты видите. Можете свои истории в комментариях рассказать, потому что и у вас, наверное, после верстки чего только не было. Какие вы такие сайты знаете, где шрифты и другие подгружаются. У меня был прецедент, где иногда на страничке вообще другой шрифт поставили. Не тот, который я сделал после верстки. Мы просто другой совершенно рандомный поставили. Так что все это в дизайне сплошь и рядом. С дизайнеров еще раз семь шкур снимают. А вот потом, когда это отдается на разработку, почему мы такие отверженные дети в мире дизайна? Почему верстальщиков обнимают, холят, лелеют, снисходительные относятся? Почему к нам относятся к каким-то приемным детям в дизайне? Ты все сделай, ты там батрач, а мы, ну ладно, пусть он там как-то играется в свой код. Ой, здесь что-то поставил, здесь на глаз дело пойдет. Шрифт не подгрузился. Да, ладно. Он такой классный. А мы дизайнеры. А кто нас будет любить, то нас будет ценить. В общем, спасибо вам большое, что посмотрели данный материал. В конце по традиции я желаю вам любви, процветания и с каждым днем быть немножечко добрее. А на сегодня это все. С вами Дан Рилов. Всем пока.